Ряды военнослужащих войсковой части 52-859 пополнился молодыми солдатами. 108 гвардейцев-новобранцев в торжественной обстановке были приведены к присяге на верность Родине. Поддержать молодых бойцов приехали родные и близкие. На торжестве побывала и Фариза Улбаева. Выполнять свой гражданский долг молодые солдаты будут в воинской части 52-859. Проходить военную службу – долг каждого гражданина. Именно так считают новобранцы. Нынешнее поколение – это призывники из трех крупных областей страны. Алматинская и Акмолинская области, также Южный Казахстан. Да, солдаты весеннего призыва. Ребята сегодня призваны к качеству, очень хорошее. Все с первой группой здоровья. Не ниже метра 77-78 метров. Рослые, крепкие. Сегодня много родителей приехали. Сегодня будем их поздравлять и давать наставления. Впереди тех парней ждут изнуряющий марш, броски и учебные тревоги. А пока вчерашние школьники сделали первый шаг во взрослую жизнь. Приняли военную присягу. Андреевич, что партнер и партнер, принимая присягу, торжественно клянусь. А последнего дыхания быть преданным народу Казахстана и его законно избранным президентом. В данной воинской части служат настоящие отважные бойцы. Своё мастерство и умения они неоднократно доказывали во время ликвидации различных чрезвычайных ситуаций. Потому сегодняшние новобранцы уверены в своих наставниках. Один из них Евгений Кокоткин. 18-летний рядовой. С 16 лет мечтал о военной службе. Он не скрывает своей радости, поскольку видит своё будущее только в армии. Приехал я с Алматинской области, село Гульдала. В рядах армии мне очень нравится. Это хорошая часть, в ней попал. Воинская часть очень хорошая, мне понравилась. Здесь благоприятные условия и срочная служба, я думаю, пройдёт отлично у меня. Таких, как Евгений, в этих рядах больше сотни. Сегодня у них исторический день. В торжественной обстановке они произнесли клятву на верность Родине. Поддержать своих сыновей приехали родные и друзья. Их переживания сменились радостью и гордостью. Да, конечно, мы приехали из Талдыкургана поддержать своего ребёнка, пожелать ему удачной службы, чтобы служба прошла у них отлично, чтобы все ребята вернулись домой счастливыми. Вниманию гостей были продемонстрированы показательные выступления военнослужащих по рукопашному бою, элементы строевых приёмов, а также праздничный концерт и выставка специальной техники. Родственники молодых солдат ознакомились с условиями прохождения службы, побывали в казармах и столовой. Отметим, что военная присяга – это особенный воинский ритуал. Он важен для каждого. Считается, что именно с этого момента начинается настоящая военная служба. А Национальная гвардия является большим учебным центром. Данный полк имеет богатую историю. Военные работали на ликвидации последствий аварий на Чернобыльской АЭС, принимали участие в ликвидации последствий падения ракетоносителя «Протон-М», а также последствий изрывов на промышленных объектах и жилых зданий. Ежегодно личный состав находится на передовой борьбы с паводковыми водами. Париза Албаева, Руслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.